Слава Иисусу Христу! Сегодня мы вспоминаем эти события, страдания Иисуса Христа, Его смерть. Это говорит о том нам, что Он пострадал, Он пришел к нам сюда, чтобы служить нам, чтобы послужить. И Библия говорит о том, что Он пришел, чтобы послужить, чтобы не Ему служили, а послужить и отдать свою жизнь для искупления многих. И я хочу сегодня также с вами поговорить о том, как служить, что Библия говорит о том, что как нам служить, что нам делать, как быть посвященными. И я прочитаю вместе с вами книгу Левит, книга Левит, 8 глава, 22 стиха. Книга Левит, 8 глава, 22 стих. Это говорит о жертве, о посвящении, о жертве посвящения, когда Моисей посвятил Аарона и сновей их на служение, посвящение. И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял крови его. И возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покрепил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И дальше описывается там и тук, и курдюк, ну, дальше процесс идет. И вот это место говорит нам о том, что Моисей посвятил Аарона, и возложил кровь, заколол овна, и помазал кровью край уха, большой палец руки правой, и большой палец правой ноги. Что говорит нам об этом? Что это такие символы? Что говорят о том, что это значит? Я думаю, это значит то, что нам нужно слышать Бога, нам нужно делать дела Его, и нужно ходить путями Его. Посвятить себя, посвятить свои уши для того, чтобы слышать Бога. Посвятить свои руки, чтобы делать дело Божие. И посвятить свои ноги, чтобы ходить путями Божьими. Потому что мы, если мы не слышим Бога, как мы можем делать что для Бога? Руками, ходить путями Его. Попробуйте что-нибудь сделать без пальца большого, руками своими. Делать что-то, работать. Это очень сложно, это очень тяжело. Это просто невозможно практически хорошо работать, потому что палец работает, как замок держит. Ходить так же без большого пальца тяжело, потому что это уже как инвалид, ты не можешь равновесие держать. И описано так же в книге судей, когда один царь взял и царей других победил, и отрубал их пальцы на руках и на ногах. И они ходили, там крохи собирали под столом его. То есть они инвалиды, они практически делать ничего не могут. Вот для нас вот это важно так же здесь, что Он говорит посвящать себя, посвятить себя на служение. Ведь, братья и сестры, Бог пользуется церковью своей для служения здесь, на земле. Он пользуется нашими ушами, чтобы слышать нужды других. Он пользуется нашими устами, чтобы говорить людям о спасении. Он пользуется нашими руками, чтобы служить, делать добро людям. Он пользуется нашими ногами, чтобы делать дело Божие. Это было посвящение Аарона и сынов его, сыновей его. Сегодня Библия говорит нам в первое послание Петра, вторая глава. Сестра, кстати, в молитве цитировала этот стих уже сегодня. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от сплотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Мы, царственное священство, церковь, царственное священство, люди взяты в удел, посвящены Богу, окроплены Его кровью, освящены, искуплены Христом Иисусом. Те, кто еще не сделал это, должны понять, что церковь – это тело Его. И только в церкви можно иметь спасение и жизнь вечную. А церковь должна светить в этом мире. Церковь светит, не должна светить, она светит, она делает дело Божие. Каждый из нас ответственен перед тем, как он живет в этом мире, как он посвящает свои уши, как он посвящает свои руки, как он посвящает свои ноги для служения Богу. Потому что это очень важно. Один брат ехал в поезде, слышал так, люди играли в карты там в том же купе, и ему предложили, давай с нами сыграем, чего ты сидишь просто, ничего, просто сидишь. Он говорит, я не могу, у меня руки, они не мои, они посвящены Господу, они посвящены Иисусу Христу, это Его руки. Поэтому я не могу этими руками брать карты и играть. Это хорошая возможность дальше начать разговор и свидетельствовать о Христе. Это дальше есть возможность говорить людям о Боге, говорить людям о том, как посвящать себя, что делать для служения. Потому что для нас это очень важно. Также слышал, видел такая история. Военные приехали, был переброс войск, и они приехали на одну станцию, чтобы загрузиться и дальше отправляться в путь. Среди них был один верующий брат нашего братства. И он был капелланом, его не принимали, ну как так, принимали, но ты, баптист, мы не хотим с тобой особо, не говори. Он работал с ними, общался с ними. И вот перебросили их в это место и сказали, и они спросили, а где нам ночевать, где нам остановиться? И мы показали, вот посадка, вот поле, деревья, вот здесь вот, и отдыхайте, вот здесь вот, ложитесь, полагайтесь и живите, пока они приедут там в состав. Этот брат решил узнать, есть ли церковь здесь, в этом местности, узнать у братьев и сестер, может быть, они помогут чем? Он узнал, решил, нашел, нашел церковь, нашел дом молитвы, пришел туда, спросил у братьев и сестер, могут ли они чем-то помочь? Им предоставили, и той группе, которую солдат предоставили, дом, дом молитвы, отдали, сказали, вот это ваши, здесь живите сколько вам надо, пока они приедут за вами. Им устроили душ, им дали пищу, помогли им приготовить, приготовили сестры, братья готовили, они приняли душ, они отдохнули, они полежали, поспали, укрепились, и многие из них после этого говорили, что поменялось у них мнение о том, что такое, кто такие баптисты, кто такие христиане, кто такие верующие, потому что многие думали, что там где-то в уголку кто-то молится, бабушки, дедушки, они увидели жизнь, они увидели, что Бог позаботился о них, сейчас в этой ситуации Бог о них позаботился. И подходили к этому братья тогда, солдаты, говорили, да, мы теперь видим, что вот Бог действительно заботится, что Бог есть, что Бог о нас позаботился. Они увидели эту суету, это желание помочь. А что ввело братьев и сестер? Это то, что посвящение было. Посвящение на служение, увидели нужду, услышали нужду, обратились, искали возможности помочь, отдали свои руки, помогали, отдали свои ноги, шли туда, шли, служили. Вот это важно сейчас и для нас, чтобы мы были посвящены на это служение, видеть нужды других, видеть нужды тех, кто в мире. Ведь многие погибают в этом мире, и многие не слышат Слово Божие. Многие, кто-то говорил даже, что они не хотят слышать уже. Это неправда, они хотят слышать. Они хотят слышать о мире, они хотят слышать благодать, изливающуюся из уст ближних. Они хотят, чтобы помогали люди. Они хотят. В Евангелии, в 15 главе, Иисус Христос говорит, «Я лоза в ветви, виноградная лоза в ветви. Вы не можете делать без Меня ничего». Однажды, читая Иезекииля, не помню только, где написано там, там говорится о виноградной лозе, о том, что Израиль – это виноградная лоза в ветви. И там описана такая ситуация, что лоза, виноград, сами рассудите, кто имеет виноград, кто сталкивался с ним, он ни к чему не пригоден, как только приносить плоды. Если он не приносит плоды, то он ни к чему не годен. Ни построить, ни что-то сделать, ни вообще, никуда он не пойдет, никуда его нельзя использовать, только как приносить плоды, только как приносить виноград. Только как делать из него сок, вино делают, ну, приносить плоды. И ни что, если лоза, если ветвь, если христианин, который посвящен Богу, не приносит плод для Христа, он просто ничего не сможет делать. С него нельзя, ни построить с этой лозы нельзя ничего, ни состругать ничего нельзя. Она пустая, и внутри она непригодна для другого служения какого-то, как только приносить плод Господу. И вот это место Писания о Роне и его сыновей, говорит о том, что посвящение, какое посвящение твое для Господа, как ты посвящен для Господа, как ты служишь Ему. Отдал ли ты свои уста, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе? Отдал ли ты твои свои уши, чтобы слышать нужды других? Отдал ли ты их, чтобы слышать Господа, чтобы вникать в Слово Его, слышать голос Его, чтобы познавать Его больше и больше? Отдал ли ты свои руки, чтобы делать добро людям? Потому что время коротко, время лежит, оно лукаво, оно мгновенно. Обман, когда говорит, ты сам себе говоришь завтра. Обман, когда ты говоришь, завтра будет день, и завтра буду делать. Это обман. Обман дьявола. Сегодня. И Библия говорит, сегодня день спасения. Сегодня. Поэтому сегодня мы должны посвящать себя. Завтра можете достать. Сегодня посвящать руки свои на служение. Сегодня отдавать свои ноги. для служения Христу. Ходить путями Его. Не только служить, но путями Его ходить. Путями это значит знать волю Его в своей жизни. Какая воля Божья в твоей жизни? Знает ли, пусть каждый даст отчет сам себе. Каждый сам. Не на другого кто-то, кто рядом сидит, другой брат или сестра. Он неправильно делает. Ему бы это, что говорится сейчас в кафедре. Нет. Каждому лично. Я даже задаю вопрос. Ответь сам себе. Какое твое личное отношение с Богом? Знаешь ли ты, что Бог от тебя хочет? Знаешь ли ты волю Его в своей жизни? И посвящен ли ты этой воле? Отдал ли ты себя в волю Отца Небесного? Отдал ли ты свои ноги, руки, уши, глаза, уста для служения Богу? Потому что это есть посвящение. Мы однажды себя посвятили на служение Христу. Мы сказали аминь. Когда крестились, говорили, веруешь? Верю. Обещаешь? Обещаю. А что дальше? А дальше что? Вот это вот главное мы должны понять, что если ты назвался христианином, если ты назвался себя, и как Бог сказал, мы имеем власть называть себя детьми Божьими, то нужно оправдывать звание свое, жить достойно Бога. Не просто так, ну, что будет, а действительно отдавать и жить достойно. Потому что какой смысл тогда жить, называться христианином, христианином, если не жить так, как Христос учит, не отдавать себя на служение Ему. Пусть Господь благословит церковь, чтобы вот понимать эти истины, чтобы познавать Его, слышать Его, делать Его дело. Потому что Он делает дело свое через церковь Христову. Он свою работу сделал, и Он дальше продолжает ее делать. Но церковь, это Его руки, это Его ноги, глаза, уши и уста. Пусть Господь благословит вас с милостью Своей. Аминь.